Что делать? Как жить дальше, если ты слабак? Как жить дальше, если ты слабак? Как жить дальше, если у тебя есть вредные привычки, от которых ты не можешь избавиться? И вот ты принимаешь решение все-таки избавиться от вредных привычек. Что делать? Как реально избавиться от вредных привычек? У меня есть одна прикольная штука, которая вам поможет. Знаете, что самая глупая, самую глупую идею, И самое глупое решение, которое я когда видел, это начать новую жизнь с 1 января. Как вы думаете, в чем ловушка, если человек начинает с 1 января планировать новую жизнь? Вот 1 января, наступило 31, вот он отпраздновал Новый год, нафигачился шампанским, наелся оливье салатой. И потом такой раз, 1 января, начинаю новую жизнь. Как ему все еще пьют? В чем тут уловка? Потому что реально 1 января, представляете, сколько соблазнов, реально 1 января, мне кажется, самое большое количество соблазнов не бегать, не заниматься здоровым образом жизни, а наоборот, еще больше продолжить праздники. Какого года? 1 января, да? Завтра никогда не наступит, я проверял. Привет, Саша. Потому что, на самом деле, новогодние праздники, их нужно отпраздновать, дать себе, я не знаю, расслабиться, повеселиться и взять специальное подходящее время для того, чтобы можно было себя, как говорится, растянуть. В каком отеле Харьков проводил ваш семинар? У нас он был Харьков Палас. По-моему, тут незакрытая информация. Да, там все еще Новый год отмечают, потом Рождество, потом Старый Новый год, потом День влюбленных, потом 8 марта. Там уже до майских можно дотянуть, совсем чуть-чуть осталось до майских праздников. Если вы хотите избавиться реально от вредной привычки, на что вам нужно обратить внимание? На ближайшие 3 недели вам необходимо как можно больше избегать соблазнов. Если вы хотите бросить курить, то вам нужно сделать так, чтобы вы не заходили в табачные магазины, не оказались в окружении людей, которые в это время будут курить, чтобы вам на глаза вообще не попадались сигареты, пепельницы. Тогда будет намного легче. Потому что, кстати говоря, от любой вредной привычки легче избавляться, если вы не будете испытывать на этот период времени стресс. Потому что любой стресс, даже если вы посмотрите новости, которые с периодичностью в 3 минуты постоянно напоминают о смерти, на подсознательном уровне мы начинаем испытывать стресс, который неосознанный. А вот мы начинаем волноваться непонятно от чего. То есть некоторые люди говорят, блин, живу на измене. То есть непонятно, чего он там переживает. Вроде переживать нечего, но есть какое-то вот внутреннее переживание. Это внутренний стресс, который навязан негативом, там, социальными сетями всякими, бредом всяким, который есть с телевизором, из радио, из ленты социальных сетей. И человек на подсознательном уровне начинает испытывать стресс. Когда человек начинает испытывать, как вы думаете, он становится сильнее по поводу преодоления своих вредных привычек или слабее? Ответьте мне, пожалуйста. Как вы думаете, когда у него стресс, вот человек сильный в этот момент или слабый? Кальян решение. Леша, привет. Какой кальян? У тебя там вызов на 14 дней, а ты все кальянишь одновременно? Конечно, слабее становится. Конечно же, слабее. Потому что те, кто хотели после шести не есть, идут, начинают жрать, ловят себя у холодильника, во рту, не знаю, пол, палки колбасы, майонезом запивают и еще что-то там, не знаю, хлеб едят. Да, кто курит такой, нет, я пойду покуривать. Сегодня особый день, я переживаю. Так вот, нужно избавиться вам побольше от соблазнов, которые могут возбудить ваш аппетит к вашей вредной привычке. Но и на самом деле на моем личном опыте это то, что когда нужно начинать с малого, нужно начинать с малого. Тяжело бросить сразу в один момент. Но если ты испытываешь силу воли, действительно есть большая цель. Вот мне очень понравилось, я не помню, где это упражнение слышал, про 10 минут. Если тебя тянет покурить, вот если ты куришь и ты решил бросить, но тебя тянет покурить, возьми паузу в 10 минут. И за вот эти 10 минут протяни эти 10 минут с воспоминаниями о том, ради чего ты это делаешь. Это очень сильно помогает. Хочу у вас обучаться. Прямо сейчас, для вас, для вас. Вот я сам там не безгрешен, потому что не такой, как робот, который, знаете, самодисциплинирован с утра до вечера. Но, тем не менее, начиная с маленьких этапов, например, в прошлом году обязал себя каждый день заниматься английским усиленным. То есть я позапрошлым году занимался, но в прошлом году весь год занимался каждый день как минимум 30-40 минут английским. Это непросто, потому что это кажется сложнее. Все верят в чудо. Нет, надо знать, как сказать. Человеку нужно дать себе, люди, дайте себе возможность чудо совершиться. Начните делать какие-то правильные действия, да, и чудо произойдет. Большинство людей верят в то, что можно там научиться. Они хотят в это верить, что за 2 недели можно выучить английский язык, но не готовы там 3 года посетить этому по полчаса в день. Да, от чего зависит, что нас не убивают и делают нас сильнее. Каждодневные привычки. В любом случае, когда человек начинает себя приучать к ежедневным вызовам, это в моей жизни сработало очень мощно. Я считаю, что если это сработало у меня и у тех людей, которые сегодня проходят чемпионат мира по эффективности, у них сегодня просто хардовое. Одно из самых тяжелых занятий чемпионата сегодня в чемпионате мира по эффективности, которым участвует 381 человек. И это реально... Сегодня у них вызов. Вызов очень серьезный. Так вот, полюбите зону дискомфорта. Если вы полюбите зону дискомфорта и будете получать при этом удовольствие, то вам намного проще будет достигать новых результатов, когда вы будете оказываться в зоне дискомфорта, в бизнесе, в жизни и так далее. Вот я, например, у меня сейчас вызов. У меня было 2 машины. Один спортивный корвет, как вы понимаете, зимой на ней не поездишь, потому что это абсолютно летняя машина. И у меня был Pajero. Я заказал себе Mercedes GLE. Да, я тебя уже чуть-чуть ненавижу. Я обожаю, когда меня в чемпионате мира ненавидят. Я вчера показывал объявление. Запись вебинара есть у нас по копирайтингу. Я полностью раскрыл все свое объявление по поводу продажи машины Pajero за 17 минут. Так вот, я продал Pajero. Как вы думаете, на чем я сейчас езжу? Мой GLE Mercedes придет аж в июне, потому что очередь на такие марки автомобилей на полгода вперед. Я заказал себе тачку, она придет только в июне. И знаете, на чем я сейчас езжу? Как вы думаете, на чем я сейчас езжу? Nissan жены? Нет. Ну ака, а жена на чем? Жена на своей машине. Ну, вернее, я и купил машину, она не ездит. На Жуке? Нет. Такси, абсолютно верно. Я пересел на такси. Я на такси не ездил уже, я не знаю. И мне придется ездить до тех пор, пока там температуры не будет плюс 10, чтобы я уже прыгнул в свой корвет желтый и ездил нормально по городу. Общественный транспорт нет, спасибо. Метро тоже нет, спасибо. Там слишком, это слишком большой вызов для меня попасть в окружение людей. Этот сильный тренинг находиться в таком токсичном окружении, в котором находятся люди в общественном транспорте. Такие, извините, заточки на лице людей нигде не встретишь, как в общественном транспорте. Мне, конечно, огромнейшее удовольствие, может быть, мы когда-то там запишем «Дверь в успех», беря интервью, почему так все грустно в общественном транспорте, я всегда говорю на своих выступлениях, представляете, если в общественном транспорте людям сказать «Уважаемые друзья, давайте все вместе улыбнемся», и тебя казнят в ближайшие 60 секунд с удовольствием весь вагон, в котором ты ехал, с негативными мыслями. Да, это слишком сильный тренинг для меня, я не готов для такого роста в общественном транспорте. И, кстати говоря, меня до сих пор удивляют люди, которые живут там на самые минимальные зарплаты или на самые минимальные доходы, я не знаю, как можно жить, например, на 15 тысяч рублей и при этом ничего не делать, и скулить, и говорить о том, как жизнь несправедлива. Для меня это очень большой вызов жить на 15 тысяч рублей, в Украине еще меньше, то есть это для меня слишком хард-версия жить на 15 тысяч рублей, я слабенький для этого. Ну что ж, ребята, если вы готовы отказаться от какой-то вредной привычки, чувствуйте, что вы слабенький, делайте вызов и избегайте соблазна. Вам намного легче в ближайшие три недели будет избежать возможности стать в ту же колею. Это непросто, но оно того стоит. И если вы определитесь с такой задачей и будете это делать, тогда двигайтесь в этом направлении смело и потом запишите какое-то видео на эту тему. Кстати говоря, я хочу вам сказать, что те, кто занимается нетворк-маркетингом, мы подготовили очень интересную новую программу, которая называется Лига чемпионов MLM. И о ней вы уже скоро узнаете, если подписаны на мою рассылку по сетевому бизнесу буквально через неделю. Ну что ж, с вами был Артем Нестеренко, хорошей вам дальнейшей недели. Возможно, завтра тоже выйду в эфир, я уже в офисе, у нас новый офис, 14 этаж, центр города. Теперь мы видим Киев по-другому и бизнес теперь мы видим по-другому. Вам также удачного дня, спасибо, что были в эфире. С вами был Артем Нестеренко, пока-пока.